В актовом зале Кирейской школы искусств нет свободных мест. По одну сторону стола местные депутаты, главы сельских поселений, руководители соцучреждений, по другой областные министры. Воездное совещание по проблемам района начинает губернатор. Отмечает муниципальное образование лидер по количеству обращений жителей. Некоторые не решаются с начала двухтысячных. Жители поселка Балаховский, например, с 2006-го добиваются ремонта переезда. 35 детей ходят пешком 4,5 километра до поселка Шварцевского. Проектно-сметная документация уже в этом году начнет разрабатывать. Планируем закончить ее разработку до конца мая 2018 года и пройти госэкспертизу. И вот уже по результатам проектно-сметной документации будет понятно определенная смета, сколько денег будет необходимо выделить для того, чтобы отремонтировать этот переезд. Решаются медленные коммунальные проблемы. На недоработку главе района Игорь Цехавревов указывает губернатор. Например, затягивается работа по модернизации сетей. При том, что регион готов выделять на это деньги. Но местные власти медлят с разработкой проектно-сметной документации. Те разработки, которые мы делаем, мы делаем их на стороне и специалистов-сметчиков, специалистов-проектантов, специалистов-инженеров в муниципальном образовании нет. Все непонятно, все, значит, принято поручение. Если вы не в состоянии сами делать, ну пусть ваша команда работает. Если команда не работает, меняйте команду. Ясно, Алексей Ильич. Что ясно? Мне не ясно. Вам ясно. На 17-й год заложили деньги для Киреевского района. Их не осваивают. Почему не осваивают? Потому что нету проектно-сметной документации. Из-за отсутствия проектно-сметной документации не могут приступить к капитальному ремонту в Киреевском центре образования номер 2. Сюда должны прийти учиться дети, которые переедут в новый микрорайон. Брусяновский, построенный для переселенцев из аварийного жилья. В школе уже несколько лет течет крыша. Ремонтировать надо спортивный, зал-столовую и все коммуникации. Средства на школу и детский сад больше 200 миллионов рублей. Готов выделить спонсор. Его нашли региональные власти. Ускорить составление сметы на ремонтные работы Алексей Дюймин поручил профильному областному министерству. Еще одно поручение губернатор дает Андрею Третьякову, министру здравоохранения. В районе не хватает врачей, обеспеченной с кадрами самой низкой среди муниципальных образований. Почти 13 специалистов на 10 тысяч населения. Есть жалобы на отношение к пациентам. Есть потребность в врачах-специалистах, врачах-терапевтах. И сегодняшняя эта потребность составляет 18 человек. Нехватка кадровцам, не совсем по клятве Гиппократа отношения к пациентам. Вы же по клятву Гиппократу давали? Давали. Я не давал. Я более вежливее обращаюсь с жителями, чем некоторые наши врачи в других лечебных заведениях. Но при всем при этом надо порядок наводить, я вам серьезно говорю. И нехватка жилья – это одна из составляющих. Ну, значит, надо смотреть, что мы можем сделать. На разработку предложения министру здравоохранения и главврачу Кириллской ЦРБ губернатор дал неделю. Выездное совещание продолжалось почти 2,5 часа. А после приема жителей в Кириллске по поручению Алексея Демина провели профильные министры. Екатерина Старцева, Роман Тюкин, Первый Тульский.